Если вы олдфаг Лиги Легенд, то помните комментатора Вадима Двака Хаоса. Сейчас он записывает веселые видео по бессмертному Варкрафту 3, Хардстоуну и Хоцу. Рекомендуем на него подписаться, вы узнаете много интересных карт к Варику. А еще недавно он записал видео о том, что известно о возможном выходе Варкрафт 4. Ссылки в описании. Добро пожаловать, друзья! С вами снова Лига Мифов. Новый выпуск будет касаться Киндред. Чтобы было еще интереснее, попробуйте угадать результат до того, как его увидите, и пишите о ваших успехах в комментариях. И давайте перейдем к первому мифу. Многие задавали такой вопрос, как взаимодействует ульта Киндред с пассивкой Сиона. Для начала я убиваю Сиона, и он переходит в свою пассивную форму. Я начинаю ее атаковать, ставлю свою ульту, но он все равно умирает внутри нее. Скорее всего, это из-за того, что формально он и так уже мертв. Гарантирует ли ульта Киндред то, что пассивные капли Зака не смогут умереть? Несмотря на то, что взаимодействие ульты Киндред с Сионом было не таким, как ожидалось, с каплями Зака все обстоит иначе. Вы просто не сможете убить капли, что практически гарантирует восстановление Зака, все благодаря его пассивке и ульте Киндред. Вопрос третьего мифа. Что если мы проведем похожее взаимодействие с объектами, которые не являются чемпионами? А для начала мы проверим взаимодействие ульты Киндред с коробкой Шако, которая не является живым существом. И именно поэтому она может умереть внутри ульты. Но отличается ли взаимодействие с растениями Зайры? Здесь вы видите, что растения выросли внутри ульты Киндред, и они все-таки взаимодействуют с их ультой и не могут умереть в ее пределах, что довольно интересно. Что же касается упырей Йорика, которых он призывает. В этом случае можно увидеть, что упыри не взаимодействуют с ультой и умирают внутри нее. Теперь относительно ульты Йорика. Оказывается, что она взаимодействует с ультой Киндред, и призрак не может умереть. И ради демонстрации мы проверили взаимодействие с ультой Мордекайзера. Когда он получил призрак Йорика, я попытался его убить, но у меня не получилось. И мы переходим к следующему мифу. Затронет ли ульта Барда Волка, когда он находится в форме Вэшки с активной овечкой? При использовании Вэшки, Киндред устанавливают область, в которой Волк может атаковать кого угодно и будет сам по себе. Значит ли, что ульта Барда может затронуть и Волка тоже? К сожалению, это не так. Несмотря на то, что ульта Барда затрагивает овечку, она не трогает Волка, и он продолжает атаковать свою цель. Вопрос следующего мифа. Как взаимодействует ульта Киндред с поглощением Таама Кенча? Лично мне кажется, что это взаимодействие очень прикольное. Мы проверяли это следующим образом. Я опускаю здоровье Владимира практически до нуля и использую на него воспламенение, чтобы он умер от двух-трех тиков. И перед тем, как это случится, я использую ульту, и Таама Кенч сразу его проглатывает. Здесь вы можете видеть, что он не умирает от воспламенения, когда он в пределах ульты Киндред и внутри Таама Кенча. Но, с другой стороны, он не лечится от ульты Киндред, находясь внутри Таама Кенча. Поэтому взаимодействие работает лишь наполовину. Блокирует ли Стена Ветра Ясуо атаки Волка внутри Вэшки и при проке автоатаки с Ешки? Существует несколько автоатак, которые проходят сквозь Стену Ветра, как, например, атака Велкоза или Трэша. Просто небольшое напоминание. Давайте для начала проверим взаимодействие с Вэшкой. Как вы видите, Волк с Вэшки проходит сквозь Стену Ветра и атакует Ясуо. Далее у нас идёт Ешка, первая часть которой не может ни преодолеть Стену, ни даже поставить метку. А теперь мы проверим прок с автоатаки, когда Волк летит на цель. И, к сожалению, он не может преодолеть Стену Ветра. Она не считается подобием автоатаки Велкоза или Трэша. Наш следующий вопрос. Сработает ли вражеский прок Ешки Киндред от метки союзных Киндред? В первом примере я использую свою Ешку на речного краба и атакую его, чтобы повесить первую метку. Но из-за того, что вражеские Киндред тоже его атакуют, метка с ним не взаимодействует. Этого и стоило ожидать. Но что немало интересно, это то, что после использования моей Ешки на речного краба, и даже после прока первой метки, враг может использовать свою Ешку на речного краба поверх моей, но её не перекроет. Враг не заберёт мою Ешку и не сможет с ней взаимодействовать, пока моя Ешка не закончится на речном крабе. Похоже, Райот исправили подобную ошибку, которая была у Вейн и Вайи с их Вэшками. И последний миф этого выпуска. Получите ли вы лечение внутри ульты Киндред под действием часов Жони? В этом примере у Барда в инвентаре часы Жони, которое он использует под конец ульты Киндред. Как вы видите, Киндред получают здоровье от ульты, в то время как здоровье Барда под эффектом Жони не меняется. Но есть ли разница, если использовать ульту Барда вместо часов Жони? И как оказывается, разницы нет, кроме того, что никто из игроков не получает лечения. На этом эпизод заканчивается. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте.